ЗАХВАТ ЗАЛОЖНИКОВ Корреспонденты. В студии Алина Волчейская. На Редмаре террористы захватили в заложники полицейских и требовали вертолет. Тактика специального учения «Молния-2015» прошли в окружной столице. В них приняли участие сотрудники полиции, ФСБ и МЧС. Все подробности в следующем репортаже. Захватили в заложники сотрудников полиции и требовали вертолет. Такие условия поставили террористы. По легенде, учение группа неустановленных лиц с применением огнестрельного оружия напало на склад хранения взрывчатых материалов предприятия «Поморнефтегаз-геофизика». Действия развернулись в районе озера Харитонова. По радиосвязи бандитам сообщают, что вертолет подан. Террористы, взяв с собой заложников, выдвинулись в сторону вертолетной площадки. Но стражи правопорядка пресекли их выезд. Пока полицейские заламывают руки преступникам и заталкивают в автомобиль, спасатели и пожарные ликвидируют последствия теракта, оказывают первую помощь пострадавшим. Задачи были такие, как пресечение террористического акта с привлечением сил МЧС для ликвидации последствий после террористического акта. Это как тушение пожара на взрывскладе и также тушение автомобиля после взрыва. Действия были выполнены на оценку «хорошо» и в целом учения удались. Также на практике отработаны вопросы ситуационного реагирования при организации проведения элементов контртеррористической операции по нейтрализации террористов, ликвидации угрозы взрыва, а также минимизации последствий теракта. От ФСБ, МВД и МЧС было привлечено более 100 сотрудников. В целом личный состав и объединенная группировка, в которую входят представители ФСБ, Министерство обороны, Федеральные службы охраны и других подразделений показали твердые навыки в применении и использовании различных видов управления по управлению нашей объединенной группировкой. В целом предварительная оценка в ходе сегодняшних учений положительная. В поисках передовых идей и проектов более 600 учителей, воспитателей и руководителей образовательных организаций собрались из разных уголков округа на традиционную педагогическую конференцию. Ежегодно это событие позволяет делиться опытом с коллегами, выносить на обсуждение самые актуальные вопросы. С приветственным адресом от губернатора округа к учителям обратилась руководитель Департамента образования, культуры и спорта Галина Медведева. Педагогическая конференция 2015 года – это праздник вдвойне. Система окружного образования перешагнула 85-летний юбилейный рубеж. Это повод оглянуться назад, оценить тот огромный скачок, который совершило образование округа за небольшой по историческим меркам временной период и отметить, что потенциал наших современных педагогических коллективов далеко не исчерпан. Оглянуться назад, оценить огромный скачок, который совершило образование округа за 85 лет, помог фильм телеканала «Север», подготовленный совместно с Департаментом образования. Лучшим из лучших вручили звание «Почетный работник системы образования», наградили грамотами. Светлану Коротких на этой педагогической конференции ждал приятный сюрприз. Ее отметили почетной грамотой Министерства образования и науки. Если честно, это было сюрпризом. Это было сюрпризом, приятным. Я очень благодарна своему коллективу, директору нашего колледжа Галине Алексеевне Назаровой, за то, что они так высоко оценили мой труд. Да, это мое. Я действительно не зря выбрала и очень люблю свою работу. С каким настроением вступает в новый учебный год? Как всегда, с боевым. С боевым настроением вступает в новый учебный год и директор Уст-Карской школы Марина Хатанзейская. Если у меня есть возможность, значит, я должна это делать. И еще, чем больше проблем, тем хочется пробить эти проблемы, решить эту проблему. Решить основные образовательные задачи – это главная цель педагогической конференции. Руководители образовательных организаций и педагоги в рамках августовской встречи обсудили вопросы повышения качества образования, реализации федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, повышения качества изучения русского языка и литературы в современной школе. Также состоялись педагогические чтения по тематическим секциям. Прошла работа круглого стола по внедрению профессиональных стандартов в сфере образования. Любовь Пермякова, Леонид Шишелов, телеканал «Север». Более 200 многодетных семей в ближайшее время получат долгожданные земельные участки. В этом году в окружной казне на эти цели предусмотрено 20 миллионов рублей. В 2016-м – 138 миллионов. Когда будет проводиться выдача участков и где начнут строиться дома для больших семей, расскажет Алена Валей. Закон о безвозмездном выделении земельных участков многодетным родителям был подписан еще в середине 2011 года. После того, как документ вступил в силу, Ксения Ситникова подала заявление и встала в очередь. Но, увы, о своем доме она пока только мечтает. Двухэтажный точно, двухэтажный, чтобы гараж, банька была, место для гуляния для детей тут облагорожено будет. Было бы, все сделано было бы для уюта и удобства для детей, для жилья. А пока семья с тремя детьми живет в двухкомнатной квартире на 50 квадратных метрах, поэтому к тесноте они уже привыкли. Хотелось бы трехкомнатную квартиру с тремя детьми, тем более два мальчика, девочка, разнополые. Хотелось бы расширить жилье. За четыре года семья Ксении в очереди почти не продвинулась. Сейчас они 36-е. Ранее земельные участки многодетно предоставляли сами муниципалитеты. Теперь в местных администрациях только ведется очередь. Работы по подготовке и межжеванию проводятся окружными властями. Иногда им приходится расплачиваться за беспечность прошлых собственников. Так, в 2013-2014 годах в районе лесозавода был выделен 101 земельный участок. Но они были не готовы к строительству. Не подведены инженерные системы, не было и отсыпки. Поступали жалобы и даже обращения в суд. Теперь система распределения пересмотрена кардинально. Та практика, которая была раньше предоставить участки на неподготовленной земле, она себя изжила. То есть люди жалуются, земля не готова, люди готовы строиться, закупили дома, а участок не готов. Поэтому мы пока отказались от такой практики, решено, что идет подготовка и начнем межжевание. Ближайшее распределение земельных наделов планируется в районе старого аэропорта. Сейчас централизованный стройзаказчик готовится к проведению конкурса по подготовке более 200 участков. Отсыпка начнется приблизительно в октябре текущего года. А после начала работ специалисты нового управления имущественных и земельных отношений проведут межжевание и распределение между очередниками. Вопрос предоставления земель многодетным семьям, которые уже много лет стоят в очереди, не раз поднимался родителями в рамках личного приема граждан губернаторам региона. Также Игорь Кошин поручил своему заместителю Алексею Кайдалову провести анализ земельных участков на Ренмаре и поселке Искателей, которые находятся в государственной или муниципальной собственности и пригодны для индивидуального жилищного строительства. О свободных участках информация будет предоставлена до 1 октября. Те участки, которые будут пригодны под застройку, также будут отданы многодетным. Поэтому очень скоро очередь на землю значительно поубавится. А семьи, как, например, у нашей героини Ксении Ситниковой, приступят к строительству своего большого дома для большой семьи. Алена Валиева, Владислав Носкин, Телеканал «Север». Чедрый и нужный подарок в год 80-летия. На Ренмару официально передали здание детского сада на лесозаводе. Он ни низок, ни высок. Детский сад «Теремок» в микрорайоне лесозавод готовится к приему малышей. Телесочный ансамбль «Лошкарей» покорил Владивосток. Чедрый и нужный подарок в год 80-летия. На Ренмару официально передали здание детского сада на лесозаводе. Документы передачи объекта подписали мэр города Татьяна Федорова и генеральный директор Ненецкой нефтяной компании Владимир Цветаев. Теперь собственникам предстоит завершить ремонт и уже тогда можно будет принимать маленьких посетителей. Этого торжественного момента ждали более трех лет. Главы Ненецкой нефтяной компании и Нарьянмара подписали соглашение о передаче детского сада на лесозаводе. Теперь учреждение на 220 мест принадлежит городу, который в этом году отмечает 80-летие. Такому подарку жители Заполярной столицы будут особенно рады. Нефтяники выполнили свою огромную задачу, свое поручение, которое было дано в свое время губернаторам. Они выполнили это блестяще. Детский садик построен и самое главное нам приятно в канун 80-летия города Нарьянмара. Хорошая традиция, когда нефтяники нам всегда дарят объекты социальной сферы. Многие знаете, что нам был подарок сделан в районе лесозавода школа на 190 мест, детский садик на 300 мест. И вот очередной подарок от нефтяников детский садик на 220 мест. Ненецкая нефтяная компания подписала договор с округом на строительство учреждения в 2012 году. Собственными силами и с помощью окружной компании Нарьянмарстрой на лесозаводе появился современный детский сад. Постарались все-таки успеть закончить садик в начале учебного года. Для детей садик это не учебный год, но тем не менее, в начале сезона. Кое-что еще сейчас доделываем, дорогу. Я думаю, что в ближайшее время мы ее закончим. Новострой станет вторым домом для малышей от полутора до шести лет. 12 групп будут комплектоваться из детей, стоящих в очереди. Те родители, которые захотят перейти из городских детских садов, вернуться в свой микрорайон, в новый благоустроенный детский сад, мы рады им помочь. Они могут к нам обращаться в управление образования, и мы поможем этим родителям. Мы ведь не снимаем напряжение сейчас совсем из очереди. На сегодняшний день больше 400 детей от двух до трех лет по указу президента в очереди находятся. По указу президента все дети трехлетнего возраста должны посещать детский сад. Каждому ребенку возраст от двух до трех каждый день может исполниться три года. И вот мы все равно находимся в такой сложной ситуации. Мы не сможем обеспечить на сто процентов пока. Пока завершается ремонт, директору новостроя Галине Агафоновой предстоит сформировать коллектив. В детском саду будут работать 88 человек. Параллельно руководитель организует работу по подготовке помещений, игровых кабинетов, столовой, двух спортзалов и двух музыкальных комнат. Там необходимо вымыть полы, расставить мебель, игровой инвентарь, оформить стенды. Постепенно просторное двухэтажное здание приобретает уютный и домашний вид. До того момента, когда теремок откроет свои двери первым малышам, осталось совсем немного времени. Образовательному учреждению необходимо получить лицензию, оборудовать здание современной системой видеонаблюдения и построить удобную подъездную дорогу для автомобилей. Закончить все работы планируется в ближайшее время. Валентина Чебичек, Леонид Шишелов, Роман Делимарский, Телеканал Север. Почти 6 тысяч квадратных метров общая площадь застройки новой станции по борьбе с болезнями животных. Строительство шло почти два года. За это время возведен главный корпус станции, помещение для содержания лабораторных животных, гараж и котельная. Официальное открытие пройдет только 31 августа, но прием четыроногих пациентов начался уже 10 числа. А накануне открытия экскурсию по новым кабинетам провели для представителей местных СМИ. Сейчас в здании новой больницы совмещены ветлаборатория и лечебница. На строительство комплекса зданий из окружного бюджета было выделено более 129 миллионов рублей. И еще более двух было потрачено на современные оборудования для лечения, диагностики и исследования болезней животных. Самым дорогим приобретением стало рентгеновское оборудование – 2 миллиона 100 тысяч. В ближайшее время планируем установку, вернее она установлена, но не приспособлены помещения для рентгена. Ранее люди пользовались услугами искательской поликлиники, но это не совсем правильно, когда люди и животные проходят рентген на одной и той же установке. Это вызывало недовольство больных, которые приходили в поликлинику. На сегодня планируем обучить людей и подготовить помещение для рентгена установки. Также в новом здании четвероногим пациентам станет доступно еще одно новое исследование – ЭКГ. Кроме этого, прием больных и здоровых животных теперь разделен. Это будет препятствовать распространению заболеваний. Дети Ненецкого округа показали свои таланты на побережье Тихого океана. Из Владивостока вернулись ансамбль лошкарей и ученики городских и сельских школ. Три недели они провели во Всероссийском детском центре «Океан». Концертная площадка Всероссийского детского центра «Океан» стала для ансамбля лошкарей из Тельвизки звездной. Вся седьмая смена аплодировала необычным музыкантам из далекого Заполярия. На международном фестивале конкурса детского творчества стран Азиатско-Тихоокеанского региона они получили главный приз – диплом лауреата в первой степени. Среди почти полутора тысяч таких же талантов из России, Вьетнама, Кореи, Японии, Китая и Лаоса. Такая возможность у ансамбля появилась благодаря поддержке регионального отделения партии «Единая Россия». Уже не первый год она помогает детям округа выезжать во Владивосток на летние каникулы. Ребята рассказали, что они принимали участие в мастер-классах различных. Даже вот школа милосердия у них там была, они смогли научиться делать массаж. В свою очередь сами они показали мастер-класс, как правильно играть на ложках. Не менее заслуженную награду получил ученик четвертой школы. Дмитрий Белоглазов участвовал в международных детских спортивных играх. Он стал третьим в соревнованиях по настольному теннису. Всего Ненецкий округ на седьмой смене океана представляло 15 детей. Учащихся школ поселка Красное, Тельвиска, Искатели и Наринмара. К слову, Ненецкий округ был единственным регионом, представляющим Северо-Запад. Нашу делегацию также сопровождал и летчик-космонавт, Герой России Александр Иванович Лазуткин. Мы ездили вместе. И там в рамках наших переговоров с руководством лагеря у нас очень много есть идей, проектов будущих, где мы будем в дальнейшем плотно сотрудничать с детским центром океан и, в общем, работать уже над созданием космической профильной смены. В преддверии 55-летия со дня полета Юрия Гагарина в космос стороны договорились организовать в Ненецком округе космический класс. Он будет работать в рамках программы дополнительного образования. Все вопросы по созданию космического класса будут решены во время визита Александра Лазуткина в Наринмар. Летчик-космонавт планирует посетить столицу Заполярья в начале учебного года. Валентина Чебичек, Владислав Носкин, Телеканал «Север». Это были новости от наших корреспондентов. Будьте в курсе последних событий. Напомню, Телеканал «Север» вы можете смотреть в пакете НТВ+, Триколор, а также в режиме онлайн на сайте trksever.ru. Всего вам доброго.